Чудеса 12 мая мы, дорогие друзья, совершаем память по православному календарю святого преподобного Амфилохия Почаевского. И в этом году 15 лет его прославления в лике святых. Что это за дивный святой, мы сейчас с вами узнаем. Преподобный Амфилохий Почаевский наш современник и многие люди его помнят еще живым. Своими молитвами, трудами, подвигами он достиг чистоты и совершенства и стал миссилищем Духа Святого. Родился он в конце 19 века в многодетной христианской семье и занимался разными трудами. Родители, что ему не поручали, он старался все исполнять. Когда исполнилось 18 лет, он пошел в царскую армию, принимал участие в Первой мировой войне. Потом попал он в плен и находился в Альпах некоторое время. И уже он втянулся в эту жизнь, но душа желала вернуться на родину. И когда он вернулся на родину, тогда у него был выбор или жениться, или избрать монашескую жизнь. И, конечно, сердце у него больше горело любовью к Богу, и он мирскую жизнь отверг и пошел в Почаевскую лавру. Там он исполнял разные послушания. Он прославился великими подвигами, потому что пришло время испытаний для церкви. Церковь старались всячески высветить с плохой стороны. И, несмотря на все испытания, он оставался твердым в вере. Он достиг чистоты и совершенства. Он был великим молитвенником, потому что люди в нашей жизни, если кто молится, очень надеются на благополучие земной жизни. Но, как мы знаем, что он прожил долгую жизнь, но очень разные испытания он претерпевал. Он прославился тем, что он лечил многих людей. Как отец у него был костоправ, так и он лечил многих людей к нему. Стекались со всего Советского Союза, как бы с разных концов земли. Тянулись люди к нему и попросить помощи в молитвах. И хотели, чтобы он как-то наставил их на путь истинный. Когда он, будучи насельником Почаевской лавры, хотели власть закрыть Почаевскую лавру, сделать с ней музей атеизма. И когда в 1962 году приехали уже исполнители, милиция с руководством, уже опечатали Троицкий собор, тогда сказали отцу Амфилохию, что уже хотят отобрать вот этот храм. И он пришел, увидел людей, что уже ключи отобрали у наместника. И увидел, что в руках находятся эти ключи. Он подошел, вырвал эти ключи из рук милиционера, отдал наместнику и сказал, что руководитель в церкви епископ, а не кто-то там из светских людей. И, конечно, народ позвал, чтобы прогнали вот этих людей, которые пришли в закрытие монастырь. И народ возмутился и прогнал милиционеров. И, конечно, долго не пришлось ждать последствия, как в следующую ночь уже за ним воронок приехал и поместили в психиатрическую больницу. И там полгода издевались над ним, били его и проводили разные эксперименты. Что хочется сказать, что он все-таки, несмотря на все искушения, на все испытания, он до конца остался верным Господу Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу. По ходатайству дочери Сталина он был освобожден. И, конечно, уже в Лавру его не приняли, а он вернулся в свое родное село. И там он совершал разные молебны, акафисты читал. И, как говорят свидетели, что у него каждый день присутствовало несколько сотен человек на территории. И многие люди, приходя к нему, исцелялись, потому что и бесноватых очень много было, и люди страдали разными болезнями, но многие уходили и неисцеленными. Почему неисцеленными? Потому что иногда так бывает, что человек хочет помощи, хочет исцелиться от какой-то болезни, но не хочет менять свой образ жизни. Конечно, такое исцеление не будет ему полезно для его души. Поэтому такие люди и не получают никакого исцеления. Вот вчера буквально мы вспоминали евангельские рассказы об услужении, о расслабленном, когда Христос пришел в Иерусалим и совершил исцеление, исцелил расслабленного, который 38 лет страдал вот этой болезнью. И после этого Христос ему говорит, что вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. То есть мы видим, что болезни наши бывают очень часто по нашим грехам. Но почему Господь раньше не исцелил? Да потому что, может быть, было неполезно этому человеку раньше быть здоровым. Потому что, как говорят в народе, в здоровом теле здоровый дух. Но когда в здоровом теле здоровый дух, люди не хотят жить праведно, не хотят молиться, не хотят исполнять заповеди Божьи, хотят вести расслабленный образ жизни, вести такую легкую жизнь. А такая жизнь не совсем полезна для нашего спасения, для жизни вечной. И вот, что интересно, вот из жития преподобного Амфилоха Япачаевска, можно многое рассказывать. Но хочется мне вспомнить один случай даже из моей жизни. Вот, уже в 90-х годах, когда церкви дали свободу, тогда многие люди потянулись к Богу, начали посещать разные монастыри, и в Божьевскую лавру начали приезжать люди с разных мест. И приезжали не только там с Украины, приезжали из Канады, из Сахалина, из Молдавии, из Польши, с Америки, и откуда угодно. И вот приехали, но еще не было условий для того, где разместить паломников. Люди не имели где переночевать. И очень часто где-то просились у кого-то на дому. И мама, когда вот люди просились, говорят, что приезжали в монастырь помолиться, всегда принимала их в свой дом. И вот после, люди вот приехали из Черниговской области, и мама приняла где-то около 12 человек, ну, как могла, так и разместила в доме. И люди уже через два дня уезжают, и одна женщина попросила остаться. И мама говорит, ну, если надо, то оставайтесь еще на некоторое время. И когда вот на следующий день я разговаривался с этой женщиной, и она вот рассказывает, почему она приехала, и почему она вот тянется именно остаться, чтобы помолиться еще в монастыре. Она говорит, что полгода где-то перед этим, как она приехала, тоже приехала во первый раз в Почаевскую лавру, и она как попала на могилку преподобного Амфилохию Почаевскому, то ею так кидало, так она кричала, что все те люди, которые с ней приехали, они в таком ужасе были, что они не понимали, не знали, что с ней происходит. Хотя женщина очень красивая, очень ухоженная, и я даже удивился, почему это происходит. И я начал расспрашивать о ее жизни, и она говорит, что она выросла в неверующей семье. Родители принимали активное участие в закрытии храма, срезали кресты, они были богоборцами. Можно быть просто неверующим, а есть богоборцы, которые борются с церковью и пытаются как-то сделать все, чтобы людей отвернуть от Бога, от церкви и направить их идти совсем другим путем. И вот как она рассказывает, когда я приехала, я выкричалась, и мне дышать легче, я совсем как-то по-другому посмотрела на жизнь. И перед этим говорили, что у нас все есть в семье. И все было, но как-то ничего не радовало. Счастья мы не находили. И вот уже который раз мы приезжаем в Почаевский монастырь, приходим к могилке, тогда еще он не был прославлен в лику святых, а теперь мы стараемся уже почаще приезжать и помолиться, чтобы почувствовать, вот мы чувствуем эту благодать Божию, как она сказала, и нам как-то легче жизнь, и становится, ну, жизнь совсем другая. Поэтому, слышав вот эти слова, размышляя о сказанном, хочется сказать, что действительно благодать Божья в православной церкви не иссякает. И Христос, как говорится в Писании, вчера, сегодня и вовеки тот же. И поэтому благодать Божья не иссякает. И люди по сей день тянутся в Почаевскую лавру, прийти, помолиться возле мощей преподобного Амфилохия Почаевского. И дай Бог, чтобы действительно, глядя на таких подвигов, мы сами укреплялись в вере и старались думать не только о мирских благах, а старались думать о спасении своей души. И дай Бог, чтобы молитвами этого угодника Божия мы с вами побеждали свои страсти, свои греховные пороки. Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok